Присаживайтесь, друзья. Сегодня вы слышали текст из послания Галатам, и проповедь будет по этому тексту. Галатам 5 глава, 16 стиха. И я хочу говорить о духовно растущих христианах, и эта тема актуальна для всех нас, потому что мы хотим быть такими людьми, которые живут угодной Богу жизнью и духовно растут. Но духовно растущего христианина отличает, в первую очередь, изменение характера, и по действиям силы Божьей, силы Христовой характер человека меняется. И, надо сказать, меняется в лучшую сторону. Наша Церковь готова прилагать к этому все усилия, и, более того, в нашей Церкви есть заветчленство, где мы все соглашаемся, что мы хотим быть духовно растущей Церковью, Церковью, которая любит Бога, преображается в Его образ, в образ Христа, и помогает в этом друг другу. Но подумайте, вот на такой вопрос, как вы растете духовно? Как узнать, насколько я вырос духовно? На эти вопросы могут возникнуть у вас несколько возражений. Кто-то может подумать, как вообще можно это определить, расту ли я духовно? А кто-то скажет, ну, вообще, Бог только может определять это, не нам это нужно делать, а уж тем более о самих себе или друг о друге. Но вот все-таки из текста, который сегодня был прочитан уже с начала собрания, я должен сказать все-таки, спрашивайте друг друга об этом. Более того, вы умеете отвечать на такие вопросы? Нам нужно духовно расти и уметь определять это. Более того, когда мы посмотрим текст Писания, мы увидим, что, когда мы смотрим Божие Слово, мы видим свое истинное лицо, и нам нужно сравнивать себя с наивысшим стандартом, со Христом. И он вот здесь, в тексте, когда мы читаем с 22 стиха, плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, то есть нет ограничений. И те, которые у Христова распяли плоть, со страстями, похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Научились ли мы любить больше, радоваться больше, терпеть больше, воздерживаться сегодня больше, чем это было год назад, например? И где брать для этого силу? Это, наверное, наиболее частый вопрос в жизни христиан. Где взять силу вот так жить, как здесь написано? И моя проповедь будет состоять из пяти условий духовного формирования. И первое условие – это сила. Сила, которая есть в христианине, сила от Бога, сила Святого Духа в жизни христианина, жить угодно и Богу жизнью. Но здесь есть, надо сразу сказать, одна проблема, которую нужно помнить. Верующий, каждый возрожденный человек, имеет внутри себя две соперничающие и диаметрально противоположные природы, духовные силы. И в этом тексте, который мы читаем, послание Галатам, они называются плоть и дух. И мы, искупленные во Христе, пока еще не обрели новые тела, прославленные, пока еще не вошли в вечную славу со Христом. И поэтому мы будем всегда в течение христианской жизни здесь на земле только уничтожать произрастение этого падшего «я», но корни всегда будут оставаться. И это борьба всю жизнь. Это самая печальная истина в жизни христианина, надо сказать. И когда мы узнаем об этом, печально становится, у меня есть вмененная от Бога, подаренная Богом праведность, я развиваю свою личную праведность, но у меня не будет на земле совершенной праведности, абсолютной. И вывод из этого такой, на протяжении всей земной жизни мы будем испытывать такой внутренний раздор внутри себя этих сил, и не надо этому удивляться, не надо от этого впадать в полное отчаяние. Все-таки есть надежда, есть решение этой проблемы, и вот этот текст нам тоже помогает здесь это увидеть, что каждый рожденный свыше человек, возрожденный христианин, он имеет от Бога силу, силу Духа Святого внутри себя, жить угодной Богу жизнью. Особенно это видно в послании римлянам, там, где речь идет об освящении, о христианской жизни. Восьмая глава, первые четыре стиха я прочитаю, современный перевод, вот как звучит это слово из послания римлянам, восьмой главы. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе. Почему же мы теперь, почему же теперь нет мне осуждения? Потому что через Иисуса Христа закон Духа Жизни освободил от закона, ведущего ко греху и смерти. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной природой, послав на землю своего сына в подобии грешного человека, чтобы тот стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке. Заметьте, как дальше написано, четвертый стих, чтобы мы стали праведными, как того требует закон, и теперь мы живем, следуя Духу, а не своей греховной природе. Заметьте глаголы, которые использованы в послании римлянам. Освободил меня, исполнил, чтобы мы стали праведными, и мы теперь живем, следуя Духу. Это глаголы, которые показывают реальность, настоящую жизнь христианина, не будущее, не то, что будет после смерти, а сейчас уже, вот в этой физической, земной жизни, мы уже можем жить такой жизнью. То, что здесь записано, это факт о христианской жизни. Это не иллюзия, это не сказки, это факт. Жить по Духу, это реальность о христианской жизни. Верующий имеет не только просто желание жить по Духу, жить угодной Богу жизнью, но и Богом данную способность, как мы здесь видим, силу жить без греха. Бог освобождает нас от греха. Не для того, что мы поступали так, как нам захочется. Вот теперь ты освобожденный, спасенный, живи, как тебе хочется. Нет, не для этого. Бог спасает нас не для того, что мы продолжали грешить, как мы грешили раньше. Бог меняет твою жизнь для новой жизни, для праведной, как здесь записано, чтобы мы стали праведными и теперь мы живем по Духу. Не по своей греховной природе. Это реальность твоя. Это то, что Бог говорит о твоей жизни сейчас уже, а не потом. Уникальность только христианской жизни в этом и заключается. В твоей жизни уникальность именно в этом. У тебя есть божественная способность, Божья сила провести день, неделю, жизнь без греха. У тебя есть такая способность от Бога. Мы грешим не потому, что мы в безвыходном положении, мы грешим, потому что нам хочется так. Мы делаем выборы в эту пользу. И я предлагаю вам записать сегодня пять решений и пять размышлений, которые будут из этого текста, и согласно им будет и пять решений, которые помогут вам, в вашей христианской жизни, обновить свое посвящение Богу, обновить свое послушание Богу, жизнь для Бога. И первое решение, которое я предлагаю вам записать, это будет в форме резолюции таких решений, как Джоната Эдвардса, это было в его дневниках. Я буду напоминать себе первое решение, что у меня есть сила от Бога жить без греха. Я буду напоминать себе это. Буду напоминать себе каждый день через Божие Слово. Я буду учить стихи Писания, наизусть, в конце концов, чтобы помнить об этом, что у меня есть сила от Бога жить без греха. Представьте вот на мгновение, что в вашем доме, может быть, в вашем районе отключили воду. Скоро это будет. Будут отключать не только горячую воду. У нас, кстати, завтра отключают горячую, холодную воду. Целый день будем без воды. Так вот, это вот случается в нашей стране, к сожалению. Отключили воду. Но у вас есть, ну, давайте пофантазируем, такой уникальный артезианский источник воды, чистой воды, чистейшей, лучшей воды, питьевой, который есть только у вас. Может быть, там, не знаю, сейчас участок во дворе, колодец какой-то, и вы можете им пользоваться. Он только ваш. Никто не может, только вы. И вы, видя, что все без воды, говорите, ну, раз все без воды, значит, я буду без воды. Раз все без воды, значит, я не буду пользоваться этой водой. Ну, в конце концов, вдруг там вода тоже не питьевая, вдруг она засоренная, вдруг сейчас период такой, что пока не надо пользоваться водой, раз все ей не пользуются, и вы будете сомневаться, и не будете пользоваться этой водой. Или другой пример про электричество. Это, может быть, реже случается в нашем городе. Но, кстати, три года назад у нас была молодежная конференция в Санкт-Петербурге, и прямо во время конференции на третий день, последний заключительный день, много людей было в зале и отключили электричество в нашем районе, там, где церковь Озерки, в том районе отключили электричество, даже метро не ездило. Что-то произошло, какая-то авария, некоторые люди опоздали на собрание, и минут 40, может быть, 50 не было электричества. И наши братья быстро сообразили, достали генераторы, которые были у них там где-то в гаражах, все включили так, чтобы был звук, потому что в зале было много людей, без звука оператора, без техники невозможно было справиться. И вот все включили, минут 20 мы уже вели собрание, и через где-то полчаса включилось электричество, в зале был свет, и мы радовались дальше собрания. Но вот представьте, что братья скажут, да, у нас есть пару генераторов, но мы еще не знаем, работают ли они, и вдруг они вообще не работают, вдруг они сломаны, там, Петя брал и не чинил их, а вообще я не знаю, стоит ли сейчас включать, все-таки у всех нет электричества, и пусть и у нас не будет. Вот странные я сейчас иллюстрации вам показываю, но это реальные иллюстрации, на самом деле это иллюстрации нашей жизни, потому что жизнь по духу, она похожа вот на эту иллюстрацию, в нас есть дух Божий, он поселился в нас с самого духовного рождения, и у нас есть сила жить без греха. Однако же мы позволяем себе думать, что не знаю, способен ли я жить без греха или не способен, могу ли я так прожить сегодняшний день, все-таки вот есть же во мне эта природа диаметрально противоположная, она мучает меня, она требует свое, так что плоть взяла свое. Сатана побеждает, это он виноват, плоть виновата, а я живу как мне, ну, получается уж, вот так получилось. К сожалению, мы забываем об этой уникальной силе, которая есть у нас. Все равно, что артезианский источник у вас во дворе, или генератор, которым вы можете пользоваться всегда, даже когда у всех остальных нет силы, нет электричества, нет воды, у вас-то она есть. У вас есть эта уникальная способность жить для Бога, угождая Ему. Мы обладаем этой силой уникальной. И поэтому здесь я должен задать таких три вопроса. И первый вопрос. Если ты каждый день позволяешь себе жить для греха, а не для Бога, если ты постоянно идешь на компромисс с грехом, как будто это твоя родная жизнь, задайся вопросом, примирился ли ты с Богом. Мы сегодня молились почти полчаса о наших друзьях, которые нуждаются в рождении свыше. Может быть, ты такой человек. Потому что жизнь для греха, спокойного так, идти на компромисс с грехом постоянно, и не переживать об этом, говорит об одном, в тебе нет Духа Божия. Дух Божий не дает тебе покоя жить с грехом. Он тебя теребит, он тебя побуждает, прекрати так жить, прекрати так постоянно позволять себе грех в жизни. Тебе становится тяжело с грехом. Ты не можешь радоваться жизни, когда грех в твоей жизни есть. Ты бежишь к Богу, чтобы покаяться. Поэтому примирись с Богом, если ты еще враждуешь с Ним. Обрел ли ты эту вечную жизнь, о которой мы так молимся о наших друзьях? Может быть, ты в этом нуждаешься. Подумай еще об одном вопросе. Веришь ли ты по-настоящему, что у тебя есть эта сила, способность жить без греха? Как мы читали послание римлянам, как здесь записано, мы стали праведными. Вот какая цель. Он, Бог, осудил грех в человеке, чтобы мы стали праведными. И теперь живем следуя Духу, а не нашей греховной природе. Подумай, угождаешь ли ты своей жизни сегодня Богу? Живешь ли ты, посвящая себя такой жизни? Есть еще одно условие для такого вот развития духовного формирования или прогресса души, как сегодня звучит эта проповедь. И я так и называю это второй пункт развития. Плоть – это именно та греховная природа, которая передается нам от самого рождения, как мы родились в этот мир. В нас есть эта плотская натура, природа первородного греха. Плоть – это не наше физическое тело, которое мы все имеем. Речь идет не об этом. Здесь не об этой плоти речь идет. Когда Библия вот в этом тексте, послание Галатам, говорит о плоти, в разных местах есть разные значения этого слова, но здесь значение этого слова «плоть» – значение именно такое. Греховная, духовная природа, не твое физическое тело. Результат такой природы только один – грех. Результат твоего тела не всегда может быть грех. Результат духовной, плоской природы всегда грех. И об этом говорит здесь Божье Слово. Плот такой природы – грех. И никак иначе это назвать нельзя. Нельзя это назвать ошибкой, болезнью, какой-то зависимостью. А это именно грех. Кстати, заметьте, дела о плоти, которые описаны там с 19 стиха по 21, там написано о таких грехах, как гнев, зависть, ненависть. И они стоят в одном ряду с такими греха бок о бок, как идолопоклонство, убийство и так далее. То есть для Бога одинаково все это, что зависть, что идолопоклонство, что все остальное – это грех. Все одинаково грех. Вывод какой из этого? Первый этап борьбы с любым грехом в твоей жизни – это признание того, что это грех, а не иначе. Признание того, что это грех. И он исходит от плоской греховной природы. Но нужно именно так исповедовать это, а не иначе. Нельзя игнорировать это, нужно признать, что это грех. И с этого начинается борьба. До тех пор, пока ты оправдываешь грех, игнорируешь грех в своей жизни, ты не можешь начать бороться с ним. До тех пор, пока ты начинаешь объяснять, вот я так веду себя, потому что... У меня на прошлой неделе была такая история. Что-то произошло у нас в семье, я уже забыл какая-то история. Я там учил ребят, в чем проблема, наставлял их. Они давали объясняться. Ну, я вот так сделал, потому что он меня или она меня, в общем, друг на друга там что-то тыкают. Я им говорю, ну, представьте, вы за стол сели с грязными руками. Допустим, погуляли на улице, руки все в грязи. Сели за стол, и я говорю, руки грязные, вы сейчас кушать не можете с грязными руками. И вы начнете мне объяснять, ну, папа, на улице мы играли, вот так классно наигрались, и просто вот руки грязные, и дальше будете есть. Это что-то меняет? То, что вы мне сейчас объяснили, что руки грязные, это что-то изменило сейчас за столом? Ничего. То, что вы объясняете, почему в вашей жизни такое поведение, ничего не дает. Вы можете объяснить, оправдаться, как-то смазать себя ответственность, но это никак не меняет вашу ситуацию. Как вы остаетесь в грехе, так и остаетесь. Признай грех грехом. Начни борьбу с ним. Начни ярую битву. Иначе ничего не меняется. Христианин отличает, кстати, духовный именно прогресс, развитие. Христианская жизнь в этом и заключается, что она прогрессирует. Она имеет плод, движение. И, кстати, это прогресс, это развитие выражается в постоянном подчинении Богу, в постоянном послушании Богу. Бог на первом месте, Он царь, Он господин моей жизни. Кстати, посмотрите, вот сейчас текст послания Галатам, пятая глава. Вот здесь, в нашем тексте, есть такие слова. Поступать по духу, да? И вот какая подобная этой фразе упоминается в 18 стихе. Посмотрите внимательно. Вот есть слово поступать по духу, а в 18 стихе как записано? Духом водитесь. Это тоже самый смысл, написано по-другому. Но здесь имеется в виду именно это. Водительство Духа Божьего. Хождение в Духе Божьем. Движение с Ним. Его руководство. Он водитель, я иду за Ним. Это значит быть под контролем или покоряться контролю Святого Духа. Мы должны быть восприимчивы к тому, что хочет Бог, хочет Дух Святой в нашей жизни, в моей личной жизни. Нужно быть чутким, внимательным к этому. Кстати, из этого возникает второе решение. Решено, я буду слушаться Бога. Я буду чутким к тому, что хочет Дух Божий в моей жизни. Я принимаю это решение, я хочу слушаться Тебя, Господь. Поднимите руки, кто в этом зале имеет водительские права. Больше половины, мне кажется, все имеют способности и права к тому, чтобы водить машины. Ну, вам пример вот этот будет знаком. Представьте, что вы сели в автомобиль впервые. Я думаю, вы вспомните этот день, когда или отец рядом сидел, или инструктор злобный, который чуть ли не по рукам вам бил и говорил, как сейчас нужно водить, как правила там все соблюдать. Ну, в общем, вы новичок, вы сидите за рулем, рядом инструктор, и он готов вам помочь. Ну, представьте, такого доброго инструктора, который хочет вам действительно помочь, научить вас хорошо водить машины и правильно ездить по дорогам. Что от вас ожидается в таком случае? Вы новичок, вы за рулем, он рядом, он вас учит, он вам подсказывает. А от вас что ожидается? Послушание. Вам нужно быть чутким к тому, что он сейчас говорит. Так ведь? Это просто. Это очень понятно. Нужно быть восприимчивым к его советам, к его замечаниям, то, что он сейчас поправляет меня на дороге. Мне нужно послушаться его и сделать так, как он говорит. А что будет, если вы не будете его слушаться? Ну, вот один из вариантов ответа правильный. Авария, да. Вы просто попадете в ар... Но, скорее всего, на этапе сдачи, например, экзамена вы не сдадите экзамен. Так ведь? Вы просто завалите экзамен, права не получите. Но если вы будете просто делать вид, например, что вы слушаетесь и вот, да-да-да, говори, говори мне сейчас. Сейчас ты только выйдешь, я уже буду так ездить, как я захочу. Буду гонять по дорогам. И вот в таком случае уж точно вы упадете в аварию. Потому что вы начинаете действовать так, как вам хочется, игнорируете все правила, всю школу, которую вы прошли, считая, что все это абсурдно, например, вы с чем-то не согласны. У меня есть свое личное мнение, у меня своя частная жизнь. Как хочу, так и вожу. Но, на самом деле, вы повредите самим себе. Вот в этой иллюстрации я хочу показать вам, как записано здесь в слове. Духом водитесь. Вы понимаете, это и есть тот инструктор, тот руководитель, который, кстати, не злобный, не тот инструктор, который бьет вам по рукам, мучает вас, издевается над вами или взятку от вас просит. Дух Божий никогда не возьмет с вас взятки. Но он хочет помочь вам. Это его роль в вашей жизни. Повочь вам испытать прогресс души, реальную революцию, такую же, чтобы по-настоящему жить радостной и угодной жизнью, а не мучиться в этой жизни. И от вас ожидается послушание, чуткость к тому, что он говорит. Чем больше вы искренне и посвященно покоряетесь Богу, тем больше вы развиваетесь духовно. Тем больше вы защищаете себя от поражения, от аварии, так сказать, от уныния, разочарования. Кстати, если меньше покорности Богу, этому Духу Божьему, то вы меньше и растете. А если вообще нет покорности, надо прямо сказать, тогда нет вообще и роста. Потому что ваш рост пропорционален вашему послушанию Богу. Послушание Духу Святому происходит именно тогда, когда вы подчиняетесь Божьему Слову. Это не просто какие-то мистические отношения на уровне эмоциональном, и где-то там вот глубоко, неосязаемо. Надо просто прочувствовать это как-то. Это вполне конкретно и понятно. Вот написано, и ты исполняешь. Почему я так говорю? Потому что о роли Духа Святого в нашей жизни написано послание Ефесянам и Колоссянам. Эти два послания как близнецы, очень похожие. Послание Ефесянам есть знакомый текст. Там написано «Исполняйтесь Духом», и дальше перечислены псалмы, песнопения духовные и так далее. Кстати, зеркальный текст этого отрывка находится в послании Колоссянам, 3.16, и там написано «Слово Христово вселяется в вас обильно». И дальше также написано о песнопениях духовных и псалмах и так дальше. То есть, исполняться Духом или быть подводительством Святого Духа пропорционально тому, как Слово Христово вселяется в тебя обильно. И насколько ты подчиняешься этому Слову? Потому что Слово, оно непростое. Это Богодухновенное, Богодухновенное Слово. Здесь лично Дух Святого участвовал и участвует сейчас. Это реальное Слово. Оно изменяет жизнь, оно спасает людей, оно тебя привело ко Христу. И именно оно является условием твоего прогресса, развития. Третье. Еще одно условие духовного формирования – это желание или воля. Нельзя игнорировать или носить в своем сердце поведение, плотские похоти. Вот что мы здесь видим в послании Галатам. Посмотрите, 24 стих. Как здесь он звучит? Очень интересно. Здесь написано, что лучше всего нужно сделать с плоскими похотями. Глагол – распять. Лучше всего, что ты можешь сделать с плоскими похотями – распять их. Греческое слово «распинать» здесь буквально означает «вбивать кол» или «укреплять вбитыми кольями». Вы слышите, что это означает? Это говорит, во-первых, об активном действии с твоей стороны, об активных усилиях с твоей стороны. Во-вторых, это говорит о болезненном процессе. Это нелегко, это непросто, и это не так уж феерически радостно. Это болезненный процесс – распинать плоские похоти в твоей жизни, но это призыв к тебе. Это то, что сделать должен именно ты, а не кто-то за тебя, а не твой брат или сестра во Христе, не церковь, не Бог даже. Это тебе нужно делать – распять эти похоти. Глагол «распяли» имеет здесь прошедшее время, и это предполагает твердое решение, за которым следует окончательное действие. Из этого можно сделать вывод, простой вывод. Победа над любым грехом требует, во-первых, с твоей стороны, твердости и радикальных мер, радикальности. Помните, как Христос сказал о грехе в контексте именно блуда? Он говорил, вырви глаз твой, отрежь, отрви руку свою, если она тебя соблазняет. И речь не идет о том, чтобы ты себя искалечил, изувечил физически. И речь идет о радикальных решениях в твоей жизни. Вот об этом здесь говорит тоже апостол Павел в послании Галатам. Бог говорит нам – распинать нужно это. Ты не можешь идти на компромисс с такой жизнью. Грех должен быть убит в корне и навсегда оставлен. Принимай твердое решение. И вот здесь третье решение, которое мы можем записать. Я буду запрещать себе жить в угоду плоским желаниям. Я буду запрещать себе жить в угоду плоских желаниям. Как мыслит такой человек, который принимает такое решение? Во-первых, он воспринимает жизнь как борьбу, как войну. Это не просто такая свободная, легкая жизнь. Это борьба, настоящая битва, борьба духа и плоти. И наша человеческая природа, падшая природа, она все еще и узвима под силой греха. Кстати, что же определяет ход этой битвы? Ответ простой. Мы с вами. Друзья мои, мы определяем ход этой битвы. От вас зависит, какой будет результат этой битвы. Потому что все глаголы этого текста показывают, ты принимай решение, ты действуй. Не жди какой-то сверхъестественной мистической силы, которая когда-то придет. На самом деле это твое неверие Богу, потому что эта сила, она уже есть у тебя. Испытывая эту силу, игнорируя ее, на самом деле ты проявляешь богохульство в адрес Бога и Духа Божьего, который живет в тебе. Не игнорируй Бога, не игнорируй Его воли. Покори свои желания Ему и принимай решение постоянно жить в угоду неплотским желаниям, а угождать и слушаться Бога. Ход битвы определяем мы сами. Мы избираем, чего мы будем слушаться больше, к чему мы покоримся. Или мы покоримся Духу Божьему, или мы покоримся плоти. И это от тебя зависит. Нам нужно учиться послушанию Духу, этому инструктору в нашей жизни, поэтому поступать по Духу, это не вопрос способности, это не вопрос даже знания, потому что на самом деле в этом зале мы имеем достаточно знаний, чтобы уже жить благодатной, праведной жизнью. Это вопрос твоего желания. Это вопрос твоего выбора, твоей воли. От этого зависит, какой будет исход битвы. Со временем христианской жизни, кстати, и наши желания должны меняться, о чем мы думали, мечтали, что мы планировали, чего мы желали раньше, со временем христианской жизни, и даже желания будут меняться. Они трансформируются. Ценности, потому что другие. Ты посвящал раньше часами, мечтаниям о чем-то, то сейчас ты мечтаешь именно об этом, что Бог говорит, а не мирская жизнь. Я вам проиллюстрирую этот принцип. Вот на таком примере как-то ехал в поезде с конференции из Пскова, и это была для меня непростая конференция. Нам было проповедовать там где-то 5 или 6 проповедей. В общем, когда меня уже проводили, я сел в поезд, у меня была нижняя полка, я уже лег отдыхать, ночной рейс, не рейс, как он называется там, рейс, в общем, я еду в этом поезде, и в купе зашла женщина с девочкой 9 или 10 лет, и я вижу, что надо уступить, все-таки у нее верхняя полка, будет неудобно с дочкой, она на одном месте, одно место купила. Поэтому я пересел, попросил ее, пожалуйста, вы внизу будете, вам будет так лучше. Туда наверх залез, и лежу, молюсь, отдыхаю. И вот эта девочка там бегает по всему купе, по всему коридору, по этому поезду, шумит, веселится. Видно, что умненькая девчонка, но шустрая, и самое главное, надо подчеркнуть, непослушная. Миллион замечаний мама сделала. Не надо шуметь, не надо там голдеть, люди отдыхают. И видно, что мама это говорит даже не ради дочки, потому что дочка ее вообще не слушается. Она это говорит, видимо, ради всех вокруг. Ну что, типа, я свою обязанность выполнила, так что не переживайте, все вокруг, все нормально. И эта девочка, она там конфеты брала из сумки. Короче, там уже не конфеты, а одна сумка фантиков просто. В общем, мама ей запрещает, нельзя, нельзя, дочка. Она все берет и берет. Короче, бабушка позвонила где-то там через пару часов, и на громкой связи вот эта мама разговаривает со своей мамой, с бабушкой, этой девочкой. И бабушка посоветовала запретить. Перестань. Скажи дочке, перестань. Так нельзя поступать. Ну и, конечно, мама тут говорит, да ну, что я ей запрещать буду, она все равно будет брать. Я ей запрещаю уже сколько раз, она все равно берет эти конфеты и делает, что хочет. И потом она говорит коронную фразу, которую я, ну, услышал, обратил на это внимание и подумал, как это похоже на наш, на нашу жизнь. Вот послушайте, как звучит эта фраза. Мама, я не знаю, что с ней делать. Вы просто вдумайтесь в эту фразу, потому что у меня здесь возникает пару вопросов. Первый вопрос. Как вы думаете, на самом деле эта мама не знает, что делать со своей дочкой? Явно, что проблема не в этом. Она прекрасно это знает, что нужно делать с ней. Ей уже даже бабушка, мама родная, сказала, запрети, дисциплинируй, воспитывай свою дочь. И тут она отвечает, я просто не знаю уже, что с ней делать. Так что вопрос не знания, вопрос не в этом. Вторая тема, которая возникает в связи с этим, она не способна воспитывать свою дочь. Она говорит тогда, я не знаю, что с ней делать. Это как звучит, типа ты не умеешь ее воспитывать, не знаешь, как воспитывать. Ты не способна к этому? Ну, конечно же, способна. У тебя есть к этому все возможности, все ресурсы. Вот прямо сейчас ты можешь ее воспитывать. Я вижу объяснение этому только в одном. Она не хочет ее воспитывать. Когда она говорит, я не знаю, что с ней делать, на самом деле она не хочет ее воспитывать. И это мне напоминает многих из нас, меня самого, когда я не хочу что-то делать. Я могу так вот оправдываться, я просто не знаю, что делать. На самом деле, ты лжешь, ты знаешь, что делать, ты можешь это делать, ты просто не хочешь этого делать. Проблема именно в этом. Наше воспитание детей, это очень часто происходит. Мы просто не хотим принимать на себя ответственность, потому что как только я начну дисциплинировать своего сына, он ведь начнет истерику заводить, начнет кричать, пищать, и я должен дальше продолжать разговаривать с ним, мне нужно будет целый процесс вести. Так проще жизнь. Зачем его там воспитывать? И тогда я все скатываю на самотек. Вот это и есть плотское христианство. Когда ты знаешь, что нужно делать, когда ты можешь жить для Бога, но ты просто не хочешь, потому что это требует усилий с твоей стороны. Плотской христианин – это христианин, который считает нормальным такое сознательное пребывание в грехе. И признаками такого плотского христианина являются вот несколько сфер жизни. Их очень много, я перечислил только четыре. Например, первый очень часто встречается в Писании признак плотского христианина – это горечь. Горечь, которая распространяется на всех вокруг, которые рядом. Такой человек скор на критику, на злобу, на обиду, на спор. Он ищет в людях дурное. И он даже считает это своим призванием. Я вот имею такую способность находить все плохое в людях. Как сегодня было в проповеди. Вначале есть проницательность к людям другим. Так вот такая проницательность, которая все время плохое замечает в других. 1 Коринфянам 3.3 так и написано. «Если между вами зависть, споры, разногласия, не плоские ли вы?» Такая горечь говорит не о твоей мудрости или зрелости, это говорит о твоей плоской жизни. И ты просто слушаешься своей плоти, а не Бога. Еще одно является признаком такой жизни плоской – это младенчество. Кстати, в этом же тексте, чуть выше, Коринфянам, там записано. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе». Вот такая незрелость. Сознательная причем незрелость. Это не вопрос, что нужно, чтобы годы прошли, и тогда ты будешь зрелым. Вопрос не в этом. Ты просто не хочешь быть зрелым. У тебя все есть возможности к этому, но ты замираешь в своем состоянии и не растешь. Еще одно является признаком такой плоской жизни христианина – это лицемерие. Очень часто встречается такая картина. Даже при благочестивой внешности вроде бы все верно, и помолиться может человек, и сказать правильные слова, но выдают его именно слова, и его жизнь, его дела, как он поступает. В церкви один, за дверями церкви совсем другой. У таких людей, лицемерных христиан, зачастую на работе или на учебе люди даже не знают, что этот человек является христианином. А если и знают, то жалеют, что жаль, что такие христиане есть, потому что ведут себя безобразно. В первом послании Иоанна об этом написано. Если мы говорим, что имеем общение с ним, с Богом, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем поистине. Сперджин в одной из своих книг, лондонский проповедник, сказал такие слова. «Даже злые люди хвалят постоянство. Воры любят честных людей. Их легче грабить. Но человек, который воет с волками и блеет с овцами, ни от кого не разойдется похвалы, разве только от дьявола. Тем не менее, довольно часто случается, что под одной шляпой имеется два лица. И дальше он говорит о двуличных людях, именно об этом лицемерии. Такая нечестность в жизни. Что это значит? Это значит, что люди говорят, например, одно, а делают другое. Говорят, что не любят конфеты и едят их горстями. Говорят, что очень любят детей, но детям доброго слова сказать не могут и не хотят. Но самое страшное, что эти люди говорят, что их Господь Иисус Христос называет Его Господом, а живут так, что они сами себе господа. Есть еще один признак плоской жизни христианина – это коростолюбие. Об этом в послании фессалоникийцам написано, что вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Такие люди, они ищут выгоду от тех, которые рядом с ними. Они пользуются близкими ради своих целей. Можно подвести итог. Жизнь плоского христианина, который согласен на такую плоскую жизнь, она строится на четырех таких основаниях. Самоволие. Он всегда ищет своим путем, как пройти жизнь, даже если это неприятно ближнему, и Богу не угождает. Его кредо «я так хочу» и все тут. Самолюбие – еще один фундамент такого плоского христианина. Такой человек обидчив, самовлюблен, ревниво охраняет свои права, свое достоинство, больше всего любит себя, не позволяет никому, даже Богу, внедряться в его жизнь или обличать его, поправить его. Еще одно сва или основание такого плоского христианина – это самонадеянность. Такой человек не будет искать помощи от других, всегда полагается на себя, надеется на свои силы, на свой разум, здоровье, связи, накопление, образование и так далее. Еще одно самовосхваление. Такой человек любит, когда он в центре внимания, любит вспоминать свои заслуги, подчеркивает свои достоинства, сравнивает себя с теми, кто слабее, не умеет раскаиваться в грехах, потому что это унизительно, слишком унизительно для него. И вывод здесь простой. Мы должны учиться запрещать своим плотским желаниям, друзья. Мы должны учиться этому каждый день, своим эгоистичным требованием, разоблачать такую природу внутри себя и не соглашаться на нее, проповедовать самим себе Божие Слово, проповедовать ни ближнему, ни жене, ни мужу, ни детям, самим себе в первую очередь, и воспитывать себя, и тогда ты научишься воспитывать своих детей. Очень часто я вижу проблему, мы не умеем воспитывать детей, потому что себя не умеем воспитывать, мы не умеем наставлять друг друга, потому что себя не умеем наставлять. Научитесь воспитывать самих себя, наставлять самих себя. Подумайте, хотите ли вы жить угодной Богу жизнью, позволяете ли вы жить по мирскому правилу себе, так и вам нравится, так и вам захочется. Есть ли у вас покаяние перед Богом, подлинное покаяние, скоро ли вы на это покаяние, на раскаяние перед Богом за свой грех. Еще один признак или условие растущего христианина – это постоянство. Это очень похоже на тему прогрессии, но здесь есть определенная особенность, непрерывность этого роста. Это не разовое действие – поступать по духу. Вот эти слова, которые здесь в отрывке написаны, они показывают, что это происходит постоянно, это постоянное действие в твоей жизни. Это требует всей твоей жизни, всего твоего вложения, усилия, времени, сил. Оно требует приложения всего сердца. Зачастую мы готовы на подвиги, мы готовы на что-то грандиозное, умереть ради Христа. Но вот большой вопрос – готов ли ты жить ради Христа? Этим летом у нас будет у церкви сплав. Здесь брошюра почему-то лежит о сплаве. Возьмите кто-нибудь, сплав на гребне волны. Так вот, я был много раз на таких мероприятиях, сплавы в Пермском крае, в Прикаме. Я никогда не встречал таких вот сплавщиков, которые плыли бы по реке, грибнув один-два раза, а потом расслаблялись бы на солнышке, и река сама их тащит, несет вперед. Ты просто вот так вот, вольный казак. Никогда такого не бывает. Более того, чем сильнее движение реки, например, половодие или просто мощная река такая, там перекаты есть, тем больше тебе нужно грести. Другими словами, такой принцип – чем быстрее движение, тем больше усилий. Понимаете? Это не вопрос, что став христианином, обретая силу Духа Божьего, жить угодной Богу жизнью, у тебя это будет само по себе, так что не надо прилагать усилия. Ты просто… Я, кстати, был на таких сплавах с одним парнем, который вот лежал, вот он просто не греб, он лежал причем на пузе и пытался там как-то еще грести. Как ему хотелось мне ремня дать. Жаль, он был не на моем плоту. Я бы дал ему что-нибудь там, чтобы он понял, что так нельзя грести. Командная работа, надо вместе работать. Причем, когда сильное движение – это вопрос, на самом деле, вопрос безопасности команды. И немало людей просто тонут, так что будьте осторожны. Кто посвящает себя таким вещам. Но принцип такой. Чем быстрее движение, чем больше движения, тем больше усилий. Мы хотим движения в своей жизни, духовного движения. Предлагайте больше усилий. И это должно быть постоянно, не один или два раза. Не в начале дня. Так что на весь день хватит энергии. Один раз гребнул с утра, и у тебя на весь день хватило. Или один раз в неделю, в воскресенье, гребнул, хватанул, и теперь неделю можешь не читать Библию. Неправильно. Посмотрите 17 стих. Плоть желает противного духу. Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Понимаете, вот здесь записано именно то движение. Постоянная борьба. Так что как только ты расслабляешься и свои лапки складываешь, нет никакого движения. Духовная война проиграна. Идет духовная война между Христом и Сатаной. Помните об этом. Между истиной ложью. Постоянно эта война происходит и в вашем сердце, в вашем уме. Между верой и неверием. Духом и плотью. И эта битва реальная. Нам нужно напоминать постоянно об этой битве. Потому что мы быстро начинаем забывать. Быстро привыкаем вот к этой просто мирской жизни. Начинаем называть этот мир, земную жизнь, со всеми ее комфортами и грехами родным домом. Называем эту жизнь родной. Хотя на самом деле она нам далеко не родная. Мы здесь только странники и пришельцы. Наша настоящая, реальная жизнь. Это жизнь без греха, друзья мои. Это вся вечность наша такая. Полюбите такую жизнь уже сегодня. Здесь вывод для нас простой. Каждый день дисциплинируйте себя. Работайте над собой, чтобы изучать Божие Слово. Иметь тихое время с Богом в молитве. На этой неделе у нас не будет возможности собраться на малые группы. Но какая-то огромная возможность пригласить друзей из церкви к себе или посетить кого-то. Пригласить друзей, неверующих, благовествовать им. Первый враг тому, чтобы поступать по духу. Друзья мои, очень близок к вам. Это ваша лень, друзья. Это моя лень. Это первый наш враг. И он очень близок к нам. Принимайте ежедневные решения. Жить для Бога. Ставьте вот такие богоугодные цели, богоугодные планы. Планируйте время свое так, чтобы быть на малой группе, служить Богу, быть гостеприимными, постоянно находиться в духовном развитии. И это нужно планировать. Для этого нужно жить. Просто подумайте, как много времени мы тратим впустую на то, что не нужно, на то, что не важно, на то, что не играет радикального смысла для духовной жизни и победы. Посвящайте себя Христу. Подумайте, готовы ли вы сейчас к такому посвящению, к такому решению жить без остатка, жить для Христа. И вот это решение, я буду принимать ежедневное решение, жить для Бога. Пусть оно станет вашим решением каждодневным. И последнее мы здесь видим в этом тексте – плод. Плод Духа. И этот текст показывает нам, что жизнь христианина, растущего христианина, который испытывает прогресс души, она характеризуется плодами. В послании официанам есть такое слово – плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плодом христианина, плодом духовной жизни, плодом Духа Святого, во-первых, является отношение с людьми. Это изменение твоего характера, которое проявляется в отношениях с людьми. Вот эти плоды Духа – это же вопрос вашего характера, так ведь? Любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание – это вопрос того, какой ты и как ты себя ведешь. Причем это будут замечать ближние твои. Вот, кстати, вопрос по поводу духовного развития. Я не знаю, как характеризовать свой духовный рост. Посмотрите на это. И это будут чувствовать окружающие вас люди. Они будут это ощущать. И еще плодом христианина, плодом Духа Святого является рождение других свыше через ваше личное свидетельство. Это то, что является нашим акцентом в церкви. Мы читаем послание римлянам, как Павел говорит, «Я хотел иметь плод и у вас, как и у прочих народов». Там он имел в виду именно рождение людей свыше, спасение людей. Дела, заметьте, кстати, вот в этом тексте, дела – это то, что мы делаем сами. То, что дела плоти, то, что происходит от нас. Плоды – это естественный результат Духа Святого. Плод – Духа. Другими словами, именно отношения с Богом меняют нас. Естественная жизнь, естественное отношение с Богом – они преображают вас. И это положительный шаг, который следует именно за распятием плоти. Ты не можешь испытать плода в своей жизни без распятия плоти, но как только ты посвятил себя такому решению, ты будешь бороться с грехом, ты будешь скор на покаяние, ты будешь скор на признание греха в своей жизни, чтобы исправляться, расти духовно, бороться. И за этим следует победа. Жизнь христианина характеризуется победой. Не отчаянием, не постоянным нытьем, не постоянным недовольством, горечью, желчью. Это не жизнь христианская, это какая-то полухристианская жизнь. Настоящая христианская жизнь – это победа, это прогресс, это развитие. И об этой победе здесь и говорит нам текст. Плод Святого Духа. Мы можем, друзья мои, вот в этом радостная истина для нас, мы можем в Духе наступать на свои греховные прорывы и жить такими добродетелями, о которых мы читаем здесь. И любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и все следующие плоды. Девять плодов одного Святого Духа. Решение, которое мы можем здесь записать, решено. Я буду приносить все больше плода для Бога, все больше плода для Бога. Помните, в Евангелии Теяна, 15 главе, так и написано. «Тем прославится Отец? Чем? Что мы принесем сколько плода? Много плода». Вот именно в этом решении посвящайте себя Богу. Я буду приносить для Бога больше, много плода. Верующие всегда должны жить правильно, будучи движимы именно постоянным ожиданием пришествия Христа Господа нашего. Мы читаем послание Титу. «Ивилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, вот речь идет о нашей жизни сейчас уже, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, сегодня, сейчас, здесь, в Москве, и ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христиане всех поколений всегда мотивировались жизнью посвященной. Во-первых, потому что Он Царь и Он Спаситель, во-вторых, потому что ждали Его, любили Его всем сердцем. Во времена Римской империи последователи Христа называли атеистами, знаете? Христиан называли атеистами. Безбожники, вот как звали верующих в Иисуса Христа, потому что они не поклонялись тогда единственному Богу, Цезарю. И нужно было всем говорить «Кайзер Кюриос», что означает «Цезарь Господь». Христиане не могли, конечно, так говорить. Для них Господь не Цезарь, как и для Даниила, Господь не Новых Адоносор. И они поклонялись истинному Богу и говорили «Ейзус Хё Кюриос», то есть Иисус Господь. И вот история, связанная с этим атеизмом, как бы так сказать, есть история в документах о Поликарпе, Святой Поликарп или Поликарп-мученик. Я хочу рассказать вам об этом человеке, потому что он жил, посвященный Богу жизни, и умер верным Христу. Умер во II веке нашей эры. Его так и звали Поликарп, достопочтенный или плодотворный, как так переводится его имя. И он был воспитан матерью-христианкой. Он с юности служил в церкви. Сначала диаконом, потом епископом, смирный. Его наставником, кстати, по преданиям, был апостол Иоанн. Ему было далеко за 80, когда в полную силу уже разгорелось гонение на христиан, и при Марке Аврелии это случалось. И христиан хватали, убивали, и искали убить вот этого Поликарпа, потому что он оказывал большое влияние на христиан и на людей вокруг. Его все друзья, даже неверующие соседи, близкие говорили «Уезжай отсюда, уезжай, скрывайся, спасайся». Он так был любим народом. Но он сказал «Пусть будет как угодно Богу». И он остался. И вот уже его привели на арену, судья обращается к нему перед казнью, трибуна заполнена народом, такое зрелище большое. Судья ему говорит «Ты ли этот Поликарп?» Он говорит «Это я». Ему судья говорит «Пощади свою старость, отрекись от Христа, скажи «Кайзер Кюриерс» и отпущу тебя свободным». То есть Цезарь Господь. И он отвечает «В 86 лет служуя Христу, он ни разу не оставлял меня. Как же царя моего оставлю я в этот час?» «Ейзус Хакюриус». Судья сказал «Я выпущу на тебя лютых зверей, неужели тебе не страшно?» Ему отвечает Поликарп «Ты грозишь мне огнем временным, а тебя ждет огонь пострашнее, вечный огонь ада, который ждет всех неверующих в Христа». Тогда судья объявил народу «Поликарп исповедует себя христианином, пусть его привозят к кресту, чтобы он не убежал от огня, чтобы он не был трусом». И тогда Поликарп сказал «Христос даст мне силы принять мучения, я не убегу, не надо меня прибивать к этому кресту». И его не стали прибивать, поверив ему. И под живым старцем зажгли огонь, пламя, тут сильный ветер, ну, задул этот огонь. Так вот предания гласят. Из жалости к нему подошел один палач, рубанул его прямо по груди, пронзил ему сердцем копье. Предания говорят, что из него столько крови вылилось, что вторую волну огня затушило. Так что он, хотя и умирал, но умирал не в огне. Так и умер епископ Поликарпий. Жизнь верности Христу, жизнь посвящения, это его была жизнь. Он и в смерти, и в жизни был человек с характером, исполненным Святого Духа. Помните, как он сказал? «В 86 лет я служу Христу, и он ни разу меня не оставлял. Как же царя я оставлю в этот час, моего царя, Иисус мой Кириус Господь». Верность Христу не появляется вдруг однажды, во мгновение, перед смертью. Так что ты вот здесь, сейчас можешь так по-героически поступить. Это в течение жизни всей строится. Поликарп так мог поступить, потому что вся его жизнь, она строилась на таком посвящении, каждодневном усилии, постоянно принимать вот эти решения, которые мы сегодня с вами прошли. и день за днем, день за днем, день за днем посвящать себя Христу. У каждого из вас есть шанс, есть такая возможность сегодня начать вот этот славный, но долгий путь, путь постоянной верности, путь роста, путь прогресса души. И ваш девиз пусть будет и сегодня, и всегда, и в день смерти Иисус Хек Киуриус, Иисус мой Господь. Помолимся, друзья.